Задания на соревнованиях по фигурному автовождению примерно такие же, как и на обычной сдаче экзамена на права. Нужно выполнить несколько фигур – змейку, восьмерку, круг и заезд в гараж задним ходом. За звание лучших соревновались три команды по семь человек – из Симферополя и Севастополя. Все участники сели за руль своих личных авто. На старт вышли как иномарки, так отечественные и даже советские автомобили. По словам организаторов, ни модель, ни коробка передач не влияют на скорость и точность прохождения дистанции. Здесь главную роль играют навыки автомобилистов. Все зависит от человека. Здесь мы проверили на технической комиссии, мы проверили, чтобы не было супер-спортивного автомобиля подготовленного, который со старта эти все секунды сделал. Все автомобили гражданские. По поводу иномарка «Это ли русский» сегодня девушка на 412-м москвиче тоже неплохой результат показала. Если вы следили за автоледи, есть такая Юля Пронина, она в копейке, легендарной копейке, она, по-моему, на третье место уже зашла. Участники соревнований – водители-любители. На состязание согласились с одной целью – проверить свои силы, продемонстрировать четкость и скорость выполнения маневров. «Самое лёгкое для меня – это прохождение змейки было. А то, что более вызывало трудности – это, может быть, кольцо, потому что ветер. Надо было на ходу снять кольцо, одной рукой вождение и дальше обратно надеть на стойку кольцо. То есть, всё это в движении. Интересно. Ну, все три заезда получились». Для прохождения дистанции каждый участник выбрал свою тактику. Кто-то сделал ставку на скорость, кто-то – на качество выполнения заданий. Кроме командного зачёта, водители сразились за звание самого быстрого и самого аккуратного участника соревнований. «В первом зачёте, скажем так, мы проехали с напарником из третьего гипермаркета почти на равных, то есть первое и второе место заняли. Во втором зачёте было немного сложнее, потому что кольцо ветром двигалось, и поэтому было сложнее ехать. Ну, а в третьем зачёте, я думаю, он всё решит. Очень важно проводить такие соревнования, потому что развивается, скажем так, патриотический дух молодёжи. И люди не занимаются, извиняюсь за выражение ерундой всякое, занимаются именно спортом. Это классно, от этого получаешь своё удовольствие». В Севастополе проводить такие соревнования по фигурному вождению уже стало традицией. Каждую весну представительницы прекрасного пола принимают участие в турнире «Автоледи». По словам руководства Федерации автомобильного спорта, Севастополь вскоре планирует создать подобные соревнования и для мужчин. Анна Леготина, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя.